So, what is happiness for you? Мы снимали это весной Сейчас Сентябрь месяц С начала осеннего сезона С начала дождей Грибная грядка Начала работать И увидим результаты Что можно собрать на этой грядке После сбора уже урожая То есть недавно был собран урожай с этой грядки И вот сейчас мы пройдемся Посмотрим что здесь осталось осталось и так видим этот блок уже полностью отработал видим коим и стал маленький вот но все равно видно на нем еще все тот грибы вешенка такая уже их форма будет из-за того что блок очень древний и они уже растут из каких-то там последних своих сил смотрим дальше и вот смотрим дальше здесь вовремя не собрали ну эта вешенка испорченная мы ее выбрасываем и так смотрим вот здесь пленку уже можно снять и дать возможность вырастать грибам полноценно и свободно и так идем дальше 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 здесь видим недостатком уличной культивации есть то что грибы могут повреждаться разными там насекомыми или слизнями они их подъедают но если их много если много грибов не все создать не смогут и так сейчас мы увидим вообще интересные красивые экземпляры вот например вот здесь сразу обратите внимание некоторые пользователи которые высаживают грибы спрашивают относительно цвета цвет культивированный грибов помещений и на улице будет значительно отличаться то есть видите что здесь вешенка вообще такого темного очень цвета сейчас я покажу еще вешенку темнее здесь находятся блоки штамма м5 штамма п77 и штамма п80 и вот то что вы видели светло-коричневый это скорее всего был штамм м5 то что вы видите вот это темного такого темно-коричневого цвета это сорт п77 или п80 они вот растут такие вот большие и такие довольно таки темные и так идем смотри посмотрим вот здесь вот вот здесь видно вообще вот красивые такие начинают этим грибам нужно еще немножко подрасти освобождаем освобождаем их вот лишней пленки это во первых дать возможность чтобы попадали осадки и примордией чтобы была хорошая вентиляция воздуха и вот пожалуйста посмотрите как выглядят примордией очень хорошо очень наглядно видно красота вот какие большие примордией приблизительно дней через пять приблизительно дней через пять здесь будет приблизительно вот такой вот результат который находится чуть вот дальше вот пожалуйста вот такие грибочки вот такого вот внешнего вида и так перемещаемся немножко дальше перемещаемся немножко дальше и так вот здесь здесь уже видно грибы довольно таки большие это уже нужно собрать побыстрее скажем так ну я специально хотел сделать вот эту публикацию это наверное уже будет последняя публикация на этой грядке потому что нет смысла здесь больше что-то снимать но всем понятно уличная культивация весеннее весной и осенью позволяет очень просто без лишних там трудностей без поиска ненужных там помещений для грибов можно выращивать это все просто на улице грибам помещения нужны весной то есть летом и зимой вот здесь мы пропустили тоже вот примордией на блоках вот здесь я заодно буду делать вот эту публикацию и заодно сделать еще и полезное дело то есть эту пленку нужно побольше снять чтобы освободить и дать выдаст возможность росту для грибов вот прекрасной примордией и так идем дальше посмотрим что еще можно найти интересного на этой грядке но сбор грибов здесь напоминает абсолютно как сбор грибов в лесу что-то аналогия вполне уместно итак смотрим вот пожалуйста и сразу освобождаем от целлофана эти грибочки смогут вырастать смотрим дальше так вот здесь небольшие примордией теперь где-то я видел относительно вот цвета грибов и здесь хочется показать вот тут либо находится на солнце и имеет очень темный цвет вот такой вариант это та же вешенка но видим что очень такого темного цвета и так продолжаем еще экскурсию немного вот параллельно со съемкой будем делать вот такую и полезную еще работу освобождаем лишнего целлофана для того чтобы грибочки имели возможность вырастать вот здесь вот пожалуйста здесь еще 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 смотрим можно сказать почти все блоки имеют или приморди и уже грибы вот тут можно посмотреть здесь обязательно нужно освободить вот на секундочку просим оператора чуть ближе снять грибы то есть в любом месте можно обнаружить в таких случаях лучше сделать паузу и чуть пройти без вот вот здесь тоже видим вот здесь вешенка такого очень светлого цвета вот то есть видно что фактически по всем блокам видно как растут грибочки сейчас мы еще перейдем чуть дальше еще снимем еще один такой вот тоже экземпляр и вот под пленкой создаются прекрасные условия по влажности для того чтобы зарождались примордией и образовывались грибы поэтому вот часто под самой пленкой я не спешу так ее всю снимать именно под пленкой они образовываются потом нужно просто дать им возможность вырасти итак смотрим там внутри вот растут грибы между этими блоками и вот смотрим сбоку вот какие прекрасные здесь примордией то есть через несколько дней здесь будут колоссальные просто грибочки можно растительность даже отсюда убрать вот вот и открыть для доступа воздуха и солнца и вот такие красивые еще вот сейчас сюда полезем под елочку и вот в тени видим тоже вешенка из-за того что она находится вот так вот красиво здесь под елочкой можно увидеть что она находится в тени и вот видим что в тени у нее цвет очень светлый имеет такую плоскую шапочку но вот эти вот такие вот шапочки они лучше всего подходит для приготовления отбивных из них эту вешенку без ножки мы в кляре замачиваем в кляре и за пять минут у нас готовая отбивная с вкусом куриного мяса такие вегетарианские можно сказать отбивные и еще раз мы от этой светленькой вешенки вот посмотрим что здесь еще одни примордии вот чуть дальше вот такие красивые и последнее что мы снимем вот для сравнения еще вот еще раз покажу вот посмотрим какого цвета вот вешенка довольно таки темная ну и вот так выглядит сама грядка целиком подтверждение того что эта грядка уже длительное время здесь дает урожай посмотрите предыдущую публикацию которая сделана весной и сейчас мы снимаем в середине сентября как видим что огромный такой вот урожай грибов всем доброго времени